Привет, все болельщики баскетбола. Мы открываем диск, который посвящен нашей любимой игре, и в ней вы увидите ряд упражнений, которые проходили в сентябре месяце в Москве в рамках значительного события, впервые проходящего в нашей стране НБА без границ. У него были собраны лучи игроки 1994-1996 годов рождения со всей Европы, и большое количество тренеров, которые приехали, и бывшие игроки НБА, и тренера, которые работают сейчас в НБА, а также там были наши игроки, которые сейчас защищают цвета разных клубов баскетбольной ассоциации. Это и Тимофей Мозгов, и Алексей Швет, и Андрей Кириленко. Ряд упражнений, которые сейчас вы увидите, в основном это баскетбольная часть, связанная с бросками, и пространство, в котором игроки выполняют эти броски. Мы сейчас видим одно из первых упражнений, в которых тренер просит ребят, выполняя самые распространенные броски в баскетболе, с выхода с лицевой линии, получения мяча, и все время уход в левую сторону. Также это тренируется и бросок, и в правую сторону, независимо от какой стороны ты выходишь, ты все равно выходишь влево. Здесь очень важен баланс, в котором выполняются броски. Мы сейчас видим, что не все игроки хорошо обладают, и провод мяча. Потом мы увидим другие упражнения, которые будут связаны с тем, что это будет выполнение правильно. И сейчас забить надо 15 бросков. Тренер считает, два помощника ему помогают. И здесь очень большая концентрация на получение. Один удар обязательно надо сделать, и именно сейчас в левую сторону. Без пробежек, да. И самое главное, что во всех этих упражнениях ребята, которые приехали из НБА, не делят ребят на больших и на маленьких. Все должны выполнять вот эти упражнения. Мы видим следующее упражнение. Тренер показывает достаточно частую ситуацию перед броском. Наводится бросающий игрок на центрового, который стоит на усиках, и выходит в угол, если мы считаем о том, что защитник побежал сверху от своего нападающего визави. То есть вот эти стоечки изображают защитника и нападающего, которые стоят на усиках. Здесь мы видим, что нападающий делает вид, что он выходит под 45 с лицевой линии. И тренер пообращает внимание о том, что надо получать мячик и обязательно бросить в балансе в хорошем, чтобы не было у тебя никаких шатаний и так далее. Опять же мы видим продолжение вот этой мысли, что все и центровые, и маленькие игроки, все выполняют это движение. То есть это упражнение, оно рассчитано на любого игрока. Любой игрок в игре может оказаться вот в этой ситуации. Это очень важно. Конечно, когда играют и тренируются молодые ребята, им всем очень интересно какое-то мини-соревнование. Тренер создает эту ситуацию, что надо максимально забить 15-10 бросков, которые он дает заданию. Причем обязательно, что и маленькие, и большие игроки здесь бросаются, 4-5 метров. Не надо обязательно увлекаться этим 6-метровым броском, особенно в начале. Мы видим, что не у всех игроков хороший баланс, чтобы бросать правильно издали. Следующее упражнение, оно более усовершенствованное. Ситуация такая, что так же выходит защитник, но вдруг произошла смена, и нападающий должен четко сообразить, в какую сторону у него уходит. На дальней стороне мы видим, что нападающий. И здесь тоже тренер изображает защитника, и нападающий должен прочитать эту ситуацию. В какую сторону ему уходит, вправо или влево. В какую сторону ему ситуация для броска будет более открыта. То есть не просто бросок с выхода со статического положения, а бросок после дриблинга, после одного удара. Также обязательно эта ситуация связана с тем, чтобы игроки не делали пробежки, потому что бывают ситуации, что особенно не при прямом шаге это делается. И в балансе, которым они бросают, опять же мы видим, что игроки все, и большие, и маленькие, и все бросают одновременно. Здесь опять же мини-соревнование для того, чтобы забивать результат какой-то был. Здесь тренер оставляет возможность выбора игроку, как он себе представляет защитника выхода и ухода, или вправо, или влево, то есть или в центр, или в лицевую линию. Нету жестких условий, игроки сами определяют, что им выгодно для себя сделать. В одну сторону так, в другую так, что лучше получается, или над чем надо больше работать. Опять же создается игровая ситуация, так называется флэр. Это заслон, который ставится уходящий, то есть игроку не к мячу, который уходит, а от мяча. Очень популярный, так скажем, в последнее время заслон, который дает пространство игроку, если получение мяча для быстрой атаки. И сейчас мы видим, что игрок изображает флэр в центр, стоечки, или тренер, который сейчас стоит, обозначает вот этот заслон, и хорошая передача, и быстрый бросок должен быть. То есть если вы как раз оторвались на... ваш защитник потерялся, вы оторвались от своего защитника, вы можете выполнить быстрый бросок. Опять же, я говорю, повторяю, в принципе, здесь некоторые центровые делают этот бросок, хотят в этой ситуации, они даже ставят этот бросок. Здесь нету деления, вот именно вот в этом лагере нету деления. Все проходят обучающую стадию для того, чтобы потом в ситуации могли совершить этот бросок. Сейчас тренер просит сделать то же самое упражнение. Флэр, получение мяча и уход вправо с этой стороны, и уход с дальней стороны влево, то есть разные стороны. Оба раза ситуация получается, что игроки уходят в центр, то есть очень много сейчас ситуаций, когда центр пытаются закрыть. Здесь мы видим ситуацию смоделирована, опять же, игровая, что прошел флэр, какая-то смена произошла или произошла ротация в защите, и вышел защитник, который мешает вам провести сразу бросок. И вот здесь надо быстро, первое, на что обратил внимание, это хорошая остановка, получение мяча без пробежки, атака с одним ударом, с уходом в центр. Обязательно баланс во всех упражнениях, то есть постоянная подсказка тренера, который должен корректировать практически все броски. Игровая ситуация при выходе из заслона, который ставится практически в углу площадки, и выход получения мяча из центра. Ситуация для быстрой атаки, где-то под 45, а 5 с 4-5 метров. Удобная передача, чтобы игрок выходил и сразу быстро бросал, чтобы были все время готовы ноги. Не приседать после получения мяча, одновременно с получением мяча, чтобы ноги уже были готовы и быстрая атака. Все эти броски как раз создают вот эти игровые ситуации, не просто бросок, а выход. Бросок, чтобы ноги были одновременно готовы, одновременно было туловище готовое, и стараться, конечно, попасть. Это упражнение более статический бросок, но здесь мы говорим о том, что по нашей системе бьешь-подаешь. Один из игроков стоит на подборе, и два мяча на команду, в которой находятся 5-6 человек. Их броски практически со статического положения из угла. Очень сложная точка, это 5-6 метров как раз из угла, потому что не все бросают трехочковые броски. Но один игрок после своего броска идет на подбор, поскольку два мяча достаточно быстро, в хорошем темпе эти броски идут. И опять же, ситуация связана с тем, что это мини-соревнование, чтобы как-то молодые ребята были более быстрее заинтересованы, и определенный азарт никому еще никогда не мешал во время выполнения броска. Ребята быстро поменяли точку, сыграли до 10 в эти броски, и получается, что на 5 человек два мяча, один на подборе, и остальные в ожидании броска. Независимо от позиции, опять же, все игроки стараются бросать трехочковые броски, хотя мы видим там и маленьких разыгрывающих игроков, и высоких центровых, для которых это, наверное, бывает чуть-чуть редко и сложнее сейчас. Сейчас ряд упражнений, которые уже с бросковыми. Мы говорим о том, что это броски уже в движении, и броски в движении помимо одного игрока участвует и второй игрок, а не тренер. Тренер здесь только помогает, и здесь делает упражнение, акцент на пик-н-роллах. Мы видим сейчас пик-н-ролл, который разыгрывает два участника. Первая ситуация мы видим после первого же выхода, это вот сейчас мы видим заслон, выход видим, что играется ревершный пик-н-ролл, атака маленького игрока идет, ну, а-ля навара, так скажем, с одной ноги с четырех метров, а большой игрок делает пик-н-поп и атакует с четырех метров после того, как тренер ему отдал передачу. Очень часто встречается эта ситуация в игре, и для того, чтобы ребята знали, как правильно ее делать, чтобы вот эта мышечная память осталась, вот это как раз упражнение очень хорошее. Во-первых, ребята видят практически три вида прохождения заслона, и реверс, и пик-н-поп, и потом можно играть пик-н-ролл, то есть как бы в зависимости от того, кому тренер отдает мяч. Вот здесь уже мы видим легкое разграничение между маленькими игроками и большими, кому что надо. Это уже, можно сказать, практически взаимодействие командное, два на два при помощи тренера, и, что очень важно, все игроки в этом упражнении бросают. Сейчас мы видим уже упражнения, в которых три игрока задействованы, и благодаря помощникам, которые есть, будут все три участвовать в игре. То есть заслон наверху с прохождением маленького игрока, пик-н-ролл с первым игроком, который часто очень бывает, и ситуация с тем, что два больших наверху, и если маленький игрок ныряет после первого заслона, он отдает большому игроку передачу, то есть чисто пик-н-ролл проходит, тут же открывается подбросок, а дальний, большой, он получает мяч, атакует со средней дистанцией. Очень часто сейчас это взаимодействие используется, в зависимости от того, как играют защитники. Ребята должны прочитать ситуацию и правильно открываться в пространстве. Видите, все трое на расстоянии 4-5 метров друг от друга, и как раз в игре вот эта ситуация называется пространство, в котором они будут играть. Видите, то есть очень важно вот это соблюдать, помимо попаданий, очень важно понимание, куда игрок должен открыться. Дальнейшее продолжение этого же упражнения. Ситуация чуть изменилась, защитник не смог после первого заслона нырнуть под кольцо, и он разыгрывает второй пик-н-ролл. В этой ситуации получается пик-н-поп, и первый заслоняющий идет вниз, получает от тренера мяч. Большой получает второй на пик-н-попе и бросает трехочковый бросок. Опять очень важно в этой ситуации то пространство, что все игроки находятся очень далеко друг от друга, порядка 4-5, а то и 6 метров, чтобы мы увидели, что если взять конкретную ситуацию, что произошло вот так, то здесь очень хорошее пространство у этих ребят. Чтобы потом в игре это как раз может очень хорошо им пригодиться. Игрок из-под кольца атакует с показами, то есть вся игровая ситуация. Игрок маленький атакует с паса как будто из угла, то есть максимально приближенная к ходовой ситуации это упражнение. Пока только без защитников. Как раз тренер сейчас объясняет, чтобы часть упражнений, которые сейчас они выполняют, это в этом лагере очень много было упражнений, которые связаны с развитием баскетбольных навыков, но и потихонечку они изучают пространство, в котором играют и медленно готовятся к играм, потому что очень большая часть как раз этого лагеря была посвящена играм. И это может быть даже часть определенных взаимодействий, которых они будут принимать потом участие, потому что за три дня, за два выучить что-то сложное тяжело. А вот понимание именно баскетбола, что должно происходить при таких ситуациях, которые наиболее часто встречающиеся в баскетболе, ребятам дают здесь понять. Мы видим, что идет так называемый DHL, то есть это передача практически из рук в руки мяча. Тренер обратил внимание, что обязательно надо сделать остановку на две ноги. И опять же мы видим хорошее пространство. И потом мы видим, что маленький игрок после получения мяча делает видение, разыгрывается пик-н-ролл, два помощника раздают опять мячи. И все три, все три игрока принимают участие как бы в атаке. Очень важный этот момент, что никто не пропускает, в этом упражнении все участвуют, и никто не пропускает время зря, что просто поставил заслон, что очень часто бывает неинтересно большим ребятам, когда маленький начинает бросать. Изменили чуть-чуть упражнения, показали, что мы идем отдавать мячик, и после этого маленький проходит под кольцо, и опять все трое начинают здесь участвовать в игре. То есть и большие атакуют из своих позиций, и маленький, изображая, что делает фейк, показ на то, что он будет отдавать передачу, и все трое, все атакуют именно со своих позиций, в которых в игре они могут атаковать. В общем, мы видим, что большие ребята уже из тех позиций, которые для них низко забивают уже сверху, хотя это молодые игроки. Видите, пространство все три игрока, которые даже выполняют броски, находятся очень в хорошем пространстве. Новый вариант этого взаимодействия, когда мы видим, что игрок делает как-то. Дальше продолжение этого взаимодействия идет. Также все три игрока принимают в нем участие, то есть они выполняют именно бросок в той ситуации, которая может сложиться в игре. Не просто бросок, что большой бросает оттуда и так далее. Это первая часть была на нашем диске. А именно вот эта часть, когда игроки в игровой ситуации бросают из своих позиций. Теперь мы видим ситуацию. Тренера помогают изобразить, что здесь происходит пик-н-ролл с краю. Мы видим, как Андрей Кирленко сейчас начинает помогать. И вот этот заслон, правильная постановка ног, что практически спиной в какой-то момент защитник располагается к кольцу, поддавливает своего защитника на уровень заслона. После этого резким движением уходит, делает два удара и бросок из района штрафной линии, то есть где-то с четырех метров. Именно спиной надо поддавить туда, за линию заслона задавить туда своего защитника. И так после этого тогда можно будет сделать резкое движение, выйти и атаковать с четырех метров прямым броском. После каждой стороны, с каждого броска ребята меняют сторону. И обязательно, практически, мы видим, спиной стоит и максимально приближается к боковой линии. Нога в нога, заводишь, то если что, если защитник будет играть по-другому, то можно будет сделать другое движение и пройти пиводом в лицевую линию. То есть подготовительные упражнения к игре. Вариант, как он, тренер говорит, что это в переходе, тебе пришла передача, и ты должен остановиться именно шагом, то есть раз-два, раз-два, то есть ближняя нога к тренеру останавливается первой, ты подставляешь вторую и выполняешь бросок. В переходе. Именно вот в балансе. Здесь, ребята, уже сложно, потому что с дальней стороны мы видим, тренер мешает им, но здесь как раз получается, что эти ребята в хорошем балансе. Ситуация, что броски усложняются, та же самая ситуация, остановка, и после одного дриблинга нужно бросить, не все сразу могут там понять или сделать, но мы видим, что основные ребята сразу делают. Остановка на раз-два, как просит тренер, ближняя нога к центру, это первая, которая с нами вторая, подставляется. Уход в лицевую достаточно сложный, потому что это прямой шаг. Самое главное не сделать пробежку. Сейчас тренер еще больше усложняет, то есть он должен, игрок, который получает мяч, должен все время соображать. Если тренер поднимает руки наверх, то надо провести мяч снизу. Если защитник, имитирующий, тренер имитирующий защитник руки внизу, то мяч надо провести через верх, и тогда, и тогда не потеряете мяч, есть шанс, что защитник его не выберет. Как раз здесь, помимо того, что ты остановился правильно, ты должен принять правильное решение и после одного удара выполнить хороший бросок. Здесь реакция игрока максимально приближена опять же к игровой ситуации. Ты не знаешь, как сыграет защитник, и не все, видите, сразу читают эту ситуацию. Ситуация чуть меняется с помощью тренера, даже двух тренеров. Ситуация проходит, что закрывают при этом лицевую линию через передачу, через получение мяча из рук в руки практически, да и чел, как вот это называется, посылочка приходящая. Проход опять в центр, после одного удара бросок, опять же бросок, вот этот самый, наверное, востребованный и очень важный, и кто им обладает, очень имеет большие шансы. Тренер здесь дает на выбор бросать или penetration shot, остановка на две ноги с четырех метров или с трех где-то метров уже бросок с одной ноги, вот то, что мы говорили там, память о наваре, разные броски на дунице, а Марсин. Пурец и toolkit под сердца胡ORA 매ка после seller с пейлина, преждеде, что мы попробуем. Попытаться до наших сих пор, и потом когда я constellалась песцами, теперь он может возьмись, тогда мы берем песцамиружала, то время, П Проходите лицевал, если я поеду настоящий метров, подсеживается, основной на лицевой ее игроку, и специальная работа . Гребушка. Сейчас мы видим более сложное уже упражнение, как раз то пространство, в котором должны играть игроки, взаимодействие трех игроков, при условии, что кто-то проходит с введением в центр зоны. И реакция других игроков на этот проход, смещение, понимание, куда надо сместиться, чтобы освободить пространство. Два других игрока с помощью тренеров тоже выполняют броски. Здесь мы видим, что не сразу ребят все естественно получается, то есть тренера показали более грамотно, но мы видим, что сейчас все будет получаться, потому что это пространство именно, в котором ребята играют. То есть если ты идешь, чтобы они не сталкивались лбами, ситуация очень важна, реакция, вот эта реакция игрока на то, как играет твой партнер. То есть реакция защитников, мы видели предыдущее упражнение, как защитник играет, то есть игрок должен при получении еще нападения, он должен понимать, как играют его товарищи по команде, чтобы было пространство, в котором можно играть. Так что вы видите, достаточно все широко, и броски проходят из чистых позиций. Я думаю, что как раз очень удобно, вот это понимание игры, много вариантов этих упражнений есть на понимание, кто куда должен пройти. За три дня, которые ребята находятся в этом лагере, конечно, очень сложно, но вот это базовое упражнение, где игрок должен просто видеть и понимать, что должно происходить. То есть если игрок идет в центр, то не может ему в лоб уже прийти, выбегающий человек из трехсекундной зоны, он должен пройти в лицевую линию. Ну и, естественно, тренер пытается взбодрить ребят тем, чтобы они лучше попадали, что если двое уже забили из трех, это уже хорошо, а если трое, то это вообще замечательно. Сразу мы видим упражнение уже с использованием защитных действий, когда игроки с помощью тренера играют два на два, но с определенным лимитом времени. Опять же, ситуация только полплощадки. То есть игрок, получивший мяч под 45, может отдать передачу выходящему по лицевой линии большому игроку, того освобождает тренер, помогает ему с помощью заслоны выйти. Вот здесь опять же реакция игроков, реакция игроков на взаимодействие между собой. То есть там игра идет один на один, и мы видим, что часто используются каты, как это вовремя сделать, как игроки могут отдать передачу и смотреть, как передача первая отдается. Вот сейчас мы видим, что ситуация, игрок очень хорошо сыграл в защите, нельзя отдать передачу. Одновременно с этим маленький, большой игрок не смог выйти на позицию для получения мяча на усы, в позицию центрового лоу-поста. Тренер подсказывает, как это правильно сделать, что после заслона надо сделать резкий рывок, обозглый, и постараться как можно больше места занять. И здесь мы видим, что хорошее взаимодействие, даже здесь сейчас уже двух ребят, не очень хорошее завершение таким, но вот это взаимодействие очень хорошо. Первое, мы хотим, что вы, ребята, сплитить, чтобы поставить пик-н-ролу, мы пик-н-попом сначала, хорошо? Бум! Мы будем делать это на двух сторонах, и вы, ребята, делаем это на другой стороне, хорошо? Опять видим взаимодействие между двух игроков, чтобы после заслона игроки делают пик-н-поп, отваливаются на расстояние 4-5 метров. Все время надо видеть мячик, то есть правильное движение, нельзя отворачиваться от него спиной, потому что в любой момент может последовать передача. И здесь очень важно именно вот видеть все время мячик. Тренер обратил на это внимание, после этого, конечно, желательно, чтобы все попадали. Опять же, чисто игровая ситуация. Здесь, опять же, мы видим, что не всегда получается хороший баланс, но над этим как раз, ребята, мы работаем. Сейчас мы видим другую ситуацию, так называемый заслон вниз, который идет, хотя идет на линии лбол, мы видим эту ситуацию, что, опять же, пространство. То есть тренер дает передачу, уходя к боковой линии. Игрок, ставящий заслон, идет практически в центр трехсекундной зоны. Видим, что ребята уже могут некоторые забивать сверху, некоторые атакуют средним броском, некоторые броском с одной ноги. Здесь на выбор уже, потому что разные бывают ситуации. И кто в какой ситуации, если окажется в игре, всегда должны для себя понять, что это маленький игрок. Не обязательно бежать под кольцо, потому что там будут другие игроки, и отвалиться надо на 3-4 метра и оттуда атаковать. А если ты уже большой, то можешь идти под кольцо и там сбивать. Сейчас мы видим ситуацию, когда тоже большой игрок поднимается снизу и делает так называемый шорт-ролл. Это не пик-н-ролл и не пик-н-поп, который мы говорим, что если пик-н-ролл, он бежит ровно четко под кольцо, а пик-н-поп открывается на трехочковую дугу. Это как раз средняя позиция, когда игрок, в основном это обладающий хорошей техникой, хороший броском, четвертые номера, пятые, которые могут с 4-5 метров спокойно бросить, не особо любящие, может быть, контактную игру под кольцом и не обладающие хорошим дальним броском. Как раз вот этот шорт-ролл в средней позиции, он как раз будет обладать вот этим хорошим средним броском. Субтитры создавал DimaTorzok